Привет! В компании «АвтоСтронг» вы можете купить отличные БУ и новые запчасти. А в компании «МотоСтронг» просто восхитительные мотоциклы. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там актуальное наличие. Все эти мотоциклы приехали из Европы, находятся в отличном состоянии и сразу готовы в путь. Продаются с полным пакетом документов. Обязательно звоните, и менеджеры «МотоСтронга» ответят на все ваши вопросы, подберут отличный байк и помогут с доставкой по Белоруссии, а также в Россию, Москву, Питер, Симферополь и Смоленск. Обязательно обращайтесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности будут в описании к этому ролику. Всем привет! Давайте рассмотрим очередной автомобиль, который часто пригоняют из Европы. И да, это француз, и да, это очередной Рено. Итак, встречаем Grand Scenic четвёртого поколения. Если Рено Меган надуть через трубочку, то получится Scenic. Если ещё чуть-чуть поднатужится, то получится Grand Scenic. Крупный по европейским меркам минивэн, в котором может быть семь мест. У Рено есть ещё один более крупный однообъёмник E-Space. О нём мы, естественно, вам всё позже расскажем. Ну, а сейчас подробно остановимся на Рено Grand Scenic четвёртого поколения. Начинаем! Итак, как и в рассказе про Рено Меган 4, упомянем, что можно узнать реальный пробег автомобилей Рено. И это, естественно, лучше сделать перед покупкой. А в этом помогут энтузиасты, которые дают данные с европейских дилеров, то есть историю обслуживания автомобиля и отметки, на каком пробеге автомобиль проходил сервис. Также реальный пробег можно вынуть из блока управления автомобиля специальным фирменным сканером. С кузовом у Рено Grand Scenic четвёртого поколения всё хорошо. Думаем, что коррозии на этом автомобиле в ближайшие 15 лет никто не увидит. А почему? А потому что, например, крылья передние пластиковые, капот алюминиевый, крышка багажника задняя пластиковая. В общем, этим элементам рыжая коррозия не страшна. Весь кузов окрашен качественно и краска нигде не откалывается. Задняя дверь у этих минивэнов иногда провисает и касается бампера. Появляются косметические дефекты. Также точка касания может быть в районе задних фонарей. Так вот, это из-за провисания петель. Поэтому, если у вас такая проблема, идите в специализированную мастерскую. Там эту проблему решат быстро и недорого. Упоры задней двери через 3-5 лет проседают и перестают должным образом держать её. Оригинальные газовые упоры недешевы. Но сюда идеально подходят газовые упоры от Hyundai Santa Fe первого поколения. Напомним, что если стеклоомыватель заднего стекла перестает работать, то надо почистить соединительный штуцер трубок. А добраться до него можно, сняв накладку в задней части потолка. Вот эта вся система забивается из-за того, что в Европе используют омывающую жидкость, в которой образуется осадок. Ещё на многих машинах потеют задние фары. В них вода проникает через неплотные швы между пластиковыми плафонами и корпусами. В общем, если эта проблема сильно беспокоит, то лучше промазать швы хорошим герметиком. Дневные световые огни могут начать светить тусклее, либо вообще перестать светить. И эта проблема решается заменой модуля дневных ходовых огней, либо же перепайкой светодиодов. На машинах с бесключевым доступом данная функция начинает барахлить, когда ручка, в частности водительская, покрывается мокрой дорожной грязью. Это в основном проблема осенне-зимнего периода. В общем, решается как очисткой дверных ручек. Элементы управления просторного салона Renault Grand Scenic четвёртого поколения заимствованы у Renault Megane четвёртого поколения. Качество материалов достойное. Всё очень мило, хорошо, красиво, но вот вставки из дермантина протираются что на чехле МКПП, что на сиденьях, если они есть. Панель приборов, проще говоря, спидометр начинает глючить, если он подвергался скручиванию пробега. Нам подсказали, что глюки можно убрать перепрошивкой оригинальным сканером, но эту услугу делают специалисты, а не дилеры. Крутая штука у Renault последних лет – это мультимедийная система R-Link. Устройство с маленьким экраном можно заменить на устройство более серьёзного уровня, оригинальное. Далее вопросы по прошивке, по заливанию карт, также по апгрейду этой системы легко решаются специалистами по марке Renault. Ещё перед летом советуем проверить, не глючит ли блок климат-контроля. Для этого выставляем температуру с обеих сторон 16,5 градусов, включаем обдув на себя из передних дефлекторов. Если со стороны водителя будет дуть горячий воздух, со штурманской стороны будет дуть из дефлекторов двух холодный воздух, то значит, либо же в системе не хватает фреона, либо же нужна перепрошивка блока климат-контроля. Скорее всего, нужна перепрошивка. Эту перепрошивку можно сделать не только у дилеров, но и у специалистов со специальным марочным сканером. Собственно, самый распространенный двигатель на Renault Grand Scenic 4-го поколения, также как и на Megane, это 1.5 DCE. Старый добрый чугунный мотор. Он не проворачивает шатунные вкладыши, хотя некоторые владельцы в новоиспеченные свежих Renault все-таки на рубеже 150-200 тысяч километров не прочь поменять шатунные вкладыши. В принципе-то это несложная и недорогая операция. Мотор 1.5 DCE последних поколений основательно улучшен и модернизирован. Кстати, есть версии без AdBlue. Но если вам попался мотор с этой системой, то не волнуйтесь, не такая уж она и капризная. Ну а если там какие-то будут с ней проблемы, то можно ее отключить у соответствующих специалистов. При эксплуатации мотора 1.5 DCE следует ожидать хлопот от прокладки термостата, с этим связана утечка охлаждающей жидкости, может прогореть трубка к датчику давления перед саживаемым фильтром, выходит из строя датчик температуры воздуха во впуске, иногда наблюдаются сквозные перетирания впускного патрубка. Клапан EGR стоит превентивно чистить каждые 100 тысяч километров, чтобы он не заклинил в неподходящее время. Топливная система обычно не беспокоит, но бывают редкие случаи, когда форсунки Siemens начинают подглючивать, а на топливном стенде при прогоне они показывают хорошие результаты. Так вот, в этом случае поможет полная разборка форсунок с чисткой ультразвука. Более современный мотор рабочим объемом 1.6 литра реже встречается на привезенных Renault Scenic 4-го поколения. Он мощнее, у него цепной привод ГРМ. Знатоки советуют доверять этим моторам, если в них был заменен блок цилиндров по гарантии на усовершенствованный. Опыт эксплуатации этого двигателя показал, что велика вероятность появления трещин в чугунном блоке. Трещины появляются у опор коленвала и идут вглубь, вплоть до контура охлаждения, и поэтому антифриз примешивается к моторному маслу. В общем, обновленный блок для двигателя R9M появился в 2019 году. Его номер начинается с обозначения E4-E4 и для битурбированных версий D4-D4. В целом двигатель 1.6 DCI дороже в эксплуатации, но цепь ГРМ придется менять. А лямбда-зонды не такие уж и долговечные. Также битурбированная, очень резвая версия оснащена хлопотным охладителем EGR, который может треснуть. Это приведет к утечке антифриза, либо же сильному запаху дистоплива в салоне. Также этот двигатель страдает от пропадания контактов с форсунками. То есть это лечится чисткой контактов, а также отсоединением и присоединением контактов. А совсем свежие Renault Grand Scenic 4 получили новые турбодизели объемом 1.7. Но пока эти двигатели никаких нареканий не имеют. Выбор же бензиновых моторов удивляет сплошь крохотными турбированными моторами. Есть выбор 1.2 или 1.3. Младший 1.2-литровый турбомотор выпускался с самого начала выпуска этой модели и пережил отзывную кампанию по замене цепи ГРМ. Но далее в целом служил неплохо. Он может начать расходовать масло из-за залегания поршневых колец. Позже под капот Grand Scenic 4-го поколения добавили более мощный и резвый турбомотор. Этот турбомотор 1.3 TCN, который устанавливали на Renault Arkana, Renault Captur и Duster. Пока он не вызывает опасения, а только одобрение. Механические трансмиссии на Renault Grand Scenic надежны, но иногда у них могут быть проблемы с главным цилиндром сцепления. Он может потечь, и после этого сцепление станет невозможно выжать. Двухпедальные же Grand Scenic 4-го поколения оснащались только преселективными трансмиссиями по типу DSG. У них двойное многодисковое сцепление. То есть сама трансмиссия устроена так, что держит включенными сразу две передачи – четную и нечетную, а переключение между ними для передачи крутящего момента осуществляется включением соответствующего сцепления. Эти трансмиссии созданы компанией Гитрак. В паре с двигателем 1.5 DCI и турбобензиновыми версиями используется 7-ступенчатая трансмиссия DW5, а в паре с двигателем 1.6 DCI – 6-ступенчатая. В общем, литр оригинального масла для этой трансмиссии стоит $70. Для 7-ступенчатой надо 3,5 литра масла, а для 6-ступенчатой – 7,5 литра. Благо, для DW6 6-ступенчатой есть много аналогов масла, можно сэкономить. А вообще, масла и фильтры в этих трансмиссиях надо менять каждые 50 тысяч километров. Тогда эти трансмиссии будут служить долго. Дело в том, что изнашиваются фрикционы при эксплуатации и, соответственно, загрязняют масло. Тогда трансмиссия будет служить уже не так долго. А вообще, при нормальном сервисе и без отжигов эти трансмиссии ходят примерно 300 тысяч километров. Кстати, все варианты моторов Renault Grand Scenic 4-го поколения оснащены двухмассовыми маховиками, стоимость которых традиционно более $500. Ну, а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Ну, а теперь минутка рекламы. В «АвтоСтронге» вы можете приобрести не только очень качественные БУ и новые запчасти, а также масла, антифризы, тормозные жидкости, разнообразные присадки, также жидкость для стеклоомывателя и множество автомобильных аксессуаров. И как вишенка на торте вы можете приобрести вот такой ароматизатор с лысым мужчиной. А также не забывайте про нашу фирменную сувенирную продукцию. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Под алюминиевым капотом Grand Scenic не так уж много места. За это стоит благодарить его однообъемную компоновку со сдвинутым вперед лобовым стеклом. Часть мотора находится под ним и под передней частью салона. Даже замена воздушного фильтра требует определенной сноровки. А для проведения некоторых работ сервисных надо снимать водосток и даже трапецию дворников. Обязательно обратите внимание на вентилятор охлаждения. Он должен вращаться бесшумно и без люфтов. Если шумит и люфтит, то его втулку надо набить консистентной смазкой. Еще, если есть возможность, лучше поменять втулку, но ее придется заказать у токаря. Система кондиционирования Renault Scenic страдает от утечки фреона, причем в последнее время довольно-таки часто. Фреон утекает из системы по уплотнениям нижней трубки на вход в радиатор кондиционера. Причем эта трубка может еще и растрескиваться. В системе кондиционирования этого автомобиля залит очень дорогой фреон под маркировкой 1234Y, но его без труда можно заменить на обычный под маркировкой R134A. В редких случаях в этих машинах может глючить блок АБС, и от многих ошибок по тормозной системе можно избавиться чисткой контактов разъема этого блока. Также причиной ошибок может являться заклинившая щетка в коллекторе электромотора этого блока. При пробеге в 200 тысяч километров могут подустать резиновые демпферы опор двигателя, если начинаются вибрации либо же толчки при трогании, то надо осмотреть нижнюю опору. И по возможности, если она изношена, заменить ее оригинал обойдется в $80. Также есть еще и верхняя опора. Ее демпфер должен быть целым, то есть с хорошим зазором между ним и кронштейном. В общем, вкратце говоря, двигатель не должен крениться на правую сторону. В выхлопной трубе дизельных Scenic и других Renault есть заслонка, которая приводится электроприводом, то есть моторчиком с редуктором. Так вот, иногда эта заслонка заедает по причине износа самого моторчика. Эта проблема известна еще была на Scenic 3-го поколения. Решается просто. Вот этот привод снимается, проверяется заслонка. Если она двигается с каким-то усилием либо подклинивает, то поможет любая проникающая смазка. Затем нужно погонять редуктор, не отключая его. Если подклинивает, то нужно заменить моторчик. Моторчик подбирается по маркировке, нанесенной на его корпусе. Многие владельцы Renault Scenic 4-го поколения замечают скрип в передней подвеске. Затем начинается хаотичная замена некоторых деталей. Первыми входом идут стойки стабилизатора. По оригиналу 70 долларов за штуку. Затем пытаются поменять втулки стабилизатора. Но лучше их не трогать, потому что они привулканизированы и по оригиналу отдельно не продаются. Если эти втулки не разрушены, то и скрипеть они не будут. Затем в очередь встают опорные подшипники. По оригиналу стоят по 40 долларов, поэтому владельцы охотно их меняют. Но опорные подшипники не являются причиной скрипа в передней подвеске. Да, если Renault Scenic 4-го поколения при проезде по неровностям начинают глухо постукивать, то как раз опорные подшипники могут стать причиной вот этого глухого стука. Опорные подшипники и демпферы над ними. При дальнейших поисках источника скрипа, а не стука, внимание владельцев привлекают передние амортизаторы. Оригинальные стоят по 300 долларов штука. Полный аналог, как на конвейере, стоит 100 долларов. В общем, после замены амортизаторов подвеска Scenic продолжает скрипеть при проезде неровностей и лежачих полицейских. Кстати, для снятия амортизационной стойки с левой стороны, в том числе и для замены опор, нужно снимать моторчик трапеции стеклоочистителя. Так откуда же скрип? Выяснилось, что скрип появляется при трении отбойников амортизаторов об их шток. В этом случае, чтобы побороть скрип, надо смазать штоки передних амортизаторов любой консистентной смазкой сверху в местах прилегания их к отбойникам. Силентблоки передних рычагов нуждаются в замене при появлении в них трещин. Если долго не обращать внимания на их уставший вид, то это приведет к стукам в передней подвеске. Вот этот рычаг по оригиналу на минуточку стоит 400 долларов. Но шаровые опоры и силентблоки продаются не по оригиналу. В целом же ходовая часть Renault Grand Scenic 4-го поколения точно такая же, как у Renault Megane. В целом же особенности ходовой у Renault Grand Scenic 4-го поколения такие же, как у Renault Megane 4-го поколения. Ступичные подшипники продаются вместе со ступицами. Задние ступичные подшипники встроены в тормозные диски. Кстати, для замены тормозных колодок их можно развести без помощи диагностического сканера и подачи 12 вольт. Есть специальный сервисный режим, который включается манипуляцией педалей и кнопки ручника. На сегодняшний день Renault Megane Scenic радует надёжностью и неприхотливостью серьёзных и систематических проблем у Renault Megane. Да, с двигателями 1.6 DCI надо быть повнимательнее, но в целом это надёжный, добротный и симпатичный автомобиль. Обязательно проверяйте его реальный пробег, чтобы не столкнуться со скрученным одометром. В общем, если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео и напишите комментарий. И ещё поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».